Санкции ощущаются, потому что это уже наши проблемы. Надо быть честным и объективным по отношению к самим себе. За 20 с чем-то лет независимости мы, к сожалению, разрушили огромное количество наших отраслей, производственных и наукообразующих областей, и вообще науку. И, к сожалению, не создали ничего. Поэтому мы подсели на западные, поставляющие всевозможные от интеллектуальных до мелких производственных, до батареек. Поэтому мы, собственно, так и страдаем. Причем, заметьте, даже в той же Франции, Италии, у них есть свои даже автопроизводители. Если вдруг кто-нибудь решит ввести против них санкции, да, может быть, будут не столько качественные товары, но замену они смогут сделать. Да, то же самое, там, Савиапром с чем-то еще. Мы же оказались голыми. И наши заработанные нефтедоллары, мы их профуфукали на Феррари, на Роллс-Ройс, на личные капиталы, на безумные особняки, которые куплены, вместо того, чтобы вкладывать в собственную экономику. Поэтому санкции действуют. Я сейчас не говорю, конечно, о колбасе и сыре, без них можно обойтись по большому счету. Хотя, конечно, вкусные. Но, честно говоря, итальянский сыр вкусный. И французский сыр вкусный, и колбасы. Обойтись можно. Вопрос, что мы экономически себя не подкрепили. А для того, чтобы тягаться с миром, махать кулаками, надо иметь крепкие руки. А то, что пережить, переживали хуже. Переживем. Вот это, может быть, даже будет каким-то толчком для нас немножко осознать, что мы делаем, что правильно, что неправильно. И, может быть, движение снизу пойдет движению навстречу тому, которое сверху. И та средняя прослойка чиновничьего, коррумпированного, огромного круга людей, может быть, будет уменьшена, сдвинута, убрана. Потому что, по большому счету, все гибнет там, в их кабинетах.